Ребята, всем огромный привет! Сегодняшнее видео посвящается мойке клим. Это моя самая любимая работа, я ее просто обожаю. Мойка занимает 3,5-4 часа. Воду нужно включать минимум за сутки, как вы начнете мыть клим. Мойка очень важна, это должно быть минимум 24 часа, чтобы все дерьмо отмокло. И я вам кое-что покажу. Через вот эти вот трубки поступает вся вода. На всех климах вся поступает вода, и она впрыскивает воду. И вся клима становится не мокрой, и везде тут вода, все размахивается. И тогда уже, в принципе, без проблем можно пить клим. Я не хочу пить! Так вот уже выглядит клима, подготовленная для мойки. Пока что все в дерьме, и ничего. 54 часа я все это исправлю. Еще обязательно должна быть включена вентиляция. Без нее никак, потому что если она будет выключена, вы не сможете мыть. Вы просто элементарно ничего не увидите. Сейчас я вам покажу, как моется первая комната. Ну, хотя бы для примеров. Как видите, я немножко в дурном одеянии, но это правило для того, чтобы вы не были мокрыми. Кстати, для себя я нашла такой небольшой лайфхак. Спустя, наверное, год, как я отработала на ферме, используйте такие перчатки. Они вам очень помогут, потому что после мойки у вас ужасно будут вонять руки. Вот ваш инструмент, с которым вы будете работать. На мойке есть одно очень важное правило. Даже если у вас сапоги с защитой, никогда не наводите керхер на нос. Даже если это будет слабый напор или жестильный напор, никогда такого не делайте. Запомните, это очень важное правило. Поехали! 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 Для пластиковых боксов никогда не используйте сильный напор дергера. Уменьшайте, или дергайте. Этот чак нужно повернуть на клести. Открываем и моем. Дальше, вот эти вот крышки, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, но должен быть. Все поездки очень важно, очень тщательно выводят. Никогда не стойте вот так и не доводите пёпки в воду, а вся вода будет вам идти в воду, когда договоритесь. Моехо должна быть чистая в саде, снизу, а вот так. Все должно быть чистым. Ну что ж, теперь начинается мойка в 3,5 часа. Let's start! Итак, я снова с вами. 3,5 часа у меня заняла мойка. Так все красиво. Мне аж нравится. Но эта вся красота будет только до завтра, потому что завтра мы уже перегоняем сюда поросят от 7 кг. Здесь они уже будут расти до 30 кг. и дальше будем их выгонять на экспорт. Еще я вам хотела кое-что порекомендовать. Это после каждой мойки споласкивайте свою форму. Ну, не перфером, конечно, хотя бы шлангом, потому что вы так разорвете всю форму. В общем, мойте форму, потому что на следующий раз ее вам будет просто приятнее одевать. Она будет чистая. Еще что я вам хотела дополнительно сказать. Как вы видели, что я использовала шапку. Рекомендую вам тоже использовать, потому что волосы у вас будут мокрые, если не будете ничего использовать. Вот такие вот наушники, радио наушники. Они есть у любого фермера. Я их, в принципе, использую только для того, чтобы зафиксировать наушники с телефона. Так как вы будете очень много двигаться, наушники будут выпадать и вам они будут мешать. Я их использую для того, чтобы просто зафиксировать наушники. Так что, возможно, вам это тоже понадобится.